Московская набережная в Щебоксарах оживает с первыми лучами солнца. Здесь каждый день собираются любители здорового образа жизни. Скандинавская ходьба, тренировки на уличных турниках, бег, езда на велосипеде или на роликах. Вариантов, как активно провести утро, масса. Врачи и сотрудники первой городской больницы имени Осипова на здоровительную прогулку всем коллективам вышли впервые. Мы за здоровый образ жизни! Ура! Говорить о том, что мало есть, больше двигаться, что высокий холестерин, высокий сахар, высокое давление – это результат низкой двигательной активности. Говорить, сидеть в кабинете и пациенту это объяснять, а самой выглядеть на 80 килограмм, на 90 и ничего не делать – это разные вещи. Мы, медицинские работники, как никто другой, должны показывать пример. Ходьба, она лучше всех подходит для всех слоев населения без исключения. Можно это проводить в любое время года и в любое время суток и в любую погоду. Главное, чтобы было желание и мотивация. Среди сотрудников больницы много заядлых спортсменов. С какой скоростью идете? 5 километров в час. Я не только сегодня выхожу, я часто уже выхожу в волейбол, играю, спортом занимаюсь. Здорово со своим коллективом пройтись в хорошую погоду, тем более это полезно для здоровья. Путь к здоровью не так уж труден. Пройтись пешком, зарядиться энергией. Бодрое утро начало и руководство республики в компании почетного гостя Нена Допоповича, министра инноваций и технологий Сербии. Наряд энергии получаем, неиссякаемые энергии, мысли добрые приходят. Можно показать с утра все свои возможности, но главное, главное вот этот воздух, Волга, красота, солнце. Так что надо, надо пользоваться. Спортивный образ жизни это, что всем нужно, все много работаем, стараемся, трудимся, но не надо забывать про здоровье, про спорт. Впрочем, утренняя зарядка на набережной лишь приятный бонус для сербского министра, который приехал, чтобы обсудить дальнейшее расширение сферы сотрудничества между государствами. Я уверен, что большинство предпринимателей не знают, что между Сербией и Россией не существуют таможенные пошлины. Все, что производится здесь в Чебоксарах, в Сербию можно отправлять без таможенных пошлин и наоборот. Это очень важно. Надо укреплять это сотрудничество между Сербией, с нашей страной, а с российскими регионами, где лежит огромнейший потенциал, особенно в малом и среднем бизнесе. Ну что, вперед. Пора начинать работать. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика.